Это наше время. Я Василий Морозов. Здравствуйте. На этой неделе алтайские СМИ сообщили, что в Бийском краеведческом музее обнаружилась картина известного датского художника Нильса Фредерика Що Цьемцина. Сам факт того, что творение европейского мастера нашлось в Алтайском крае, безусловно, примечателен, но случай, когда картины известных художников обнаруживались в нашем регионе и довольно неожиданных местах далеко, это не единственный. Почему такое происходит и как может сложиться дальнейшая судьба таких находок, поговорим с искусствовым медом Михаилом Шишином. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вот я так оборонил, можно сказать, фразу легендарный, известный. Вот Нильс Фредерик Що Цьемцина. Настолько он легендарный и известный, как про него говорят. Ну, достаточно известный. И хотелось бы, конечно, поздравить музейщиков Бийска, да и всех любителей искусства края, что теперь на территории нашего субъекта есть такая замечательная работа. Я думаю, что это вызовет большую реакцию еще и в Дании, потому что абсолютно убежден в том, что в Дании у себя на родине этого художника изучают, и к нему есть особое отношение искусствоведов. И ставя себя на их место, я представляю, как бы я обрадовался, что узнал, что вдруг работа и такого уровня нашлась, ну где нашлась, в Сибири и в Виске, вот это, конечно, любопытно. Но прихотливы судьбы художников и картин. Можно в самых неожиданных местах обнаружить вдруг картины. Но вот теперь вот мы обрели датского художника. Насколько он, скажем так, этот художник, среди европейских других, среди, ну вот на рубеже, получается, 19-20 века, насколько он действительно изучен, насколько он легендарен? Ну, надо поставить его творчество в контекст, и тогда станет понятным его значение. Видите, как бы к тому времени он уже был, ну я точно знаю, я как бы даже слышу голоса искусствоведов, которые сказали бы, ну он очень архаичен, ну он очень консервативен по своему языку, потому что, ну что такое 1901 год? К тому времени уже ушел из жизни Ван Гог. Уже к тому времени Мараден поставил своих граждан калия. Серов уже написал девочку с персиками и девушку, освещенную солнцем. То есть язык искусства в этот момент уже поменялся. А вот этот художник, он пишет в такой, ну я бы сказал, классической академической манере. И поэтому он несколько отличен от всех. И вот сейчас, может быть, с позиции времени, в конце 20 века, особенно в 21 веке, мы стали понимать, насколько велико значение этого языка академического искусства. В особенности, вот, конечно, когда просматриваешь ряд его работ, то она очень здорово выделяется. Я думаю, что она очень многое добавит в понимание самого художника, и в том числе в Дании. Потому что он меняет абсолютно вот язык своего искусства, вот, по сравнению с другими картинами, там, собирательница Хвороста есть, там, леди на пляже и так далее. Это совсем другая работа. Увлечение Востоком, Африкой тогда охватывает очень многих художников. Но я думаю, что это не просто этнография. Тогда таких этнографических работ делали очень многие. В некотором смысле он идет дальше. Ну, я просто к композиции. Вот сейчас она глубоко продумана. Персонажи на переднем плане. Замечательно описаны тени. Это показывает великое мастерство просто этого художника. Ну, в общем, у него, за его ключами фактически две академии. И датской колоруси. Ее стоит эту работу показать датчанам, скажем так, как-то вот обозначить. Ну, если это еще не сделали сотрудники бийского колориста. Я уверен, что датчане уже увидели эту работу. Потому что она, как бы, задает совершенно другие, вот, ну, другие ориентиры в его искусстве. То есть он фактически вот выходит на такой вот анализ личности. Вот в этой работе. Он максимально приближает ее к срезу картины. И мы сразу видим же вот этого персонажа. Он замечательно лепит его лицо. Там просто безукоризно описана фигура. Драпировки просто блестящие. И это ясно, что не зарисовка так вот, ну, как бы, вот увидел интересный этнический тип. А он попытался заглянуть вот в личность этого человека. Одним словом, в картине есть идея. Эта идея, скорее всего, об этом человеке. Либо, может быть, он задумывал большую картину. Но сейчас трудно сказать. Может быть, он в этом образе пытался найти какой-то обобщающий вот образ такого, ну, скажем, аскета, подвижника, который вот перемещается там по этим бескрайним просторам. С этой картиной, я думаю, еще дальше будет вот какие-то разные расследования. Это вплоть до того, как она попала. Но я знаю, что Алтайский край и Барнаму, в частности, тем мы славен, что находились совершенно неожиданные работы. Ну, в частности, скульптура Жанна Антуана Гудона находилась в Первомайском районе. Вы говорили, вот, каким образом вообще такое возможно? Да, вы знаете, картины, скульптуры, другие художественные произведения, они иногда очень бережно хранятся вот в семье. А потом, когда идет смена вот поколений, то ценность работ утрачивается. Иногда люди могут просто с ними расставаться или даже выбрасывать, или даже вот там куда-то там отставлять. Или вот, ну, просто, что называется, взяли и отдали кому-то. Поэтому вот циркуляция вот произведений, она очень обширная. Ну, вот представляете, ничего себе, Дания, да, и вот Биск, где появилась работа, ну, очень значительная работа для этого художника. А давайте хотя бы... Поэтому, да, поэтому надо всем быть очень внимательным к тому, что всегда можно что-то такое найти. И то, что давно уже висит, где-то там, и, казалось бы, привыкли к нему, это может быть неожиданная совершенно вещь. В общем, стоит еще раз обследовать антресоли, гаражи, чердаки. Да, и вот что сделать нужно точно. Если вдруг такие работы нашлись, то нужно обязательно показать в художественном музее. Вся беда в том, что работы ранимы. И вот по этой картине видно, что тут требуется реставрация. Я ее живьем не видел, как говорится, только вот в изображении. И поэтому ни в коем случае нельзя там браться за свою собственную реставрацию, но нужно показать специалистам. Иногда работа может просто рассыпаться на глазах. Такое бывает. Что с такими работами, в принципе, может быть дальше? Понятное дело, счет Йенса, наверное, продолжит храниться в Бийском, Караевическом какое-то время. Вообще, в принципе, идеальная судьба. Навсегда, наверное, там он. А нет ли противоречия в том, что вот такие работы хранятся, ну, условно, не на родине, а, например, да, действительно в Бийске? Какая-то, может быть, культурная справедливость, что ли, историческая? Ну, можно, конечно, поставить вопрос таким образом, а неплохо бы Бийску теперь расширить коллекцию датского искусства, и таким образом там у них будет просто уникальная коллекция. Ну, в этом ничего, как бы, я не вижу сложного. Но, во-первых, работы могут участвовать на всех выставках. Я уверен, что по художнику могли быть публикации, и как раз не хватало вот этой работы. То есть она могла, может, войти в какие-то монографии и так далее. Поэтому, ну, вот где работа прижилась, она там и должна находиться. Вот все передачи, это всегда несколько такой болезненный процесс. Поэтому, тем более, что я думаю, что у губийских музейщиков теперь столько гордости, что появилась такая работа. В некотором смысле музей стал уникальнее только благодаря этой картине, и это здорово. Сейчас ждем, ну, это не ближайших месяцев дела, когда наш Алтайский художественный музей откроется, который на площади Октября. Тогда очень большой картин известных художников там с мировым именем. Вот, может быть, мы вот как раз перечислим вообще, кто находился в разное время, какие там художники у нас. Именно вот неожиданно какими-то годами, напомним. Да, я думаю, что нам не хватит просто вашего времени, но точно там будет много сенсаций, и мы увидим потрясающую коллекцию икон, например. Потрясающе просто. У нас есть и иконы, ну, так скажем, классической школы такой, 16 века, но есть замечательный мастер Балыкин, который вот родился на Алтае и писал здесь иконы. Его иконы замечательные совершенно, вот, и мы их увидим здесь, они найдены, были на Алтае. Я думаю, что будет потрясена, вот, ну, потрясены те, кто придут в этот музей коллекции пейзажа. Фактически, вот, в Алтайском музее можно выстроить всю линию русского пейзажа от самых его оснований. У нас есть Федор Матвеев, если не ошибаюсь, этого художника в стране, ну, может быть, работ 20, одна из них у нас. И у нас есть потрясающая картина Николая Петровича Химоны, самого верного ученика Архипа Ивановича Куинджи, фактически похоронившего его. И вот картина, которая находится на Алтае, ее признали как эталонной по России. То есть, фактически по этой работе ведется атрибуция всех остальных работ вот этого художника. Но это можно говорить до бесконечности. Один только Гуркин, Никулин, чего стоит. Это же тоже было найдено во многом на Алтае. Я думаю, это стоит отдельного цикла передач. Об этом мы обязательно подумаем. Обязательно. Я думаю, что не пожалеем, потому что, ну, например, мы узнаем, что у нас есть античность. У нас есть произведение из Древней Греции. Дальше, может быть, не раскрывать тему, но вот как интригу оставим хотя бы. Обязательно. Хорошо. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, что пришли сегодня к нам. Это было «Наше время». Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова